Жителям двух населённых пунктов Гагаузии 19 мая предстоит сделать свой выбор. Избрание примаров и членов местных советов даст возможность решать проблемы населённого пункта и развивать его, подчеркнула в рамках программы «Общественный интерес» начальник представительства Офиса народного адвоката в Камрате Светлана Миронова. Когда есть уже, как мы говорим, хозяин, хозяин, хозяйка, неважно кто, в зависимости от того или иного населённого пункта, мы говорим о том, что действительно люди заинтересованы уже в исполнении своих должностных полномочий, которые они получают в результате участия в выборах и победы в выборах. Ну и, конечно же, стоит отметить, что именно от исхода выборов будет зависеть то, каким образом будет развиваться конкретно населённый пункт. Эксперт промолекс Игорь Букатару подчеркнул, что жители всех населённых пунктов, где будут организованы новые частичные местные выборы, должны принять участие в голосовании. Игорь Букатару также отметил и проблему, касающуюся малочисленности населённых пунктов. В связи с этим он считает, что необходима административно-территориальная реформа, которая позволит её решить. Принципиальным моментом, по словам Игоря Букатару, является то, что если примар после избрания отказывается от поста, он обязан заместить избирательный фонд. По законодательству, если в течение 12 месяцев, то есть в течение года, со дня принятия решения, подтверждающего мандат, конкурент или назначающий кандидат, не хочет уже исполнять в течение этого года, он должен компенсировать затраты. Он должен как бы из своего кармана заплатить за эти выборы. Это норма давно была в старом кодексе, если можно так сказать, но ещё никогда не применялась. И вот сейчас у нас такой случай, когда 4 примара, 3 или 4, если не ошибаюсь, захотели и стали председателями районов. И появляется вопрос из кодекса, получается, что они должны возместить. 19 мая 2024 года состоятся новые местные выборы нового состава местных советов в населённых пунктах Русской Киселе и Котовском, а также частичные выборы примаров этих населённых пунктов. Алена Терзи, Ирина Резюнец, ГРТ Новости.